День независимости Украины Забор частного дома Такой итог страшной аварии, случившейся под утро в Малиновском районе На пересечении улиц Кордонной и Корнюшина Столкнулись грузовой МАЗ и кроссовер Митсубиши Аутлендер От удара обе машины вылетели с проезжей части Снесли светофор и забор частного дома Перебудив при этом всех жильцов Две минуты вышло, я поднялся Это уже один труп был в машине И два в скорую везли Митсубиши двигался по Корнюшино в сторону Рихтера А грузовик ехал в сторону Малиновского рынка по Кордонной Столкновение произошло прямо на пересечении Один из водителей проехал на Красный Как говорят местные, перекресток очень опасный Аварии здесь случаются по нескольку раз в неделю А все из-за неправильного расположения знаков И полного отсутствия дорожной разметки Это что, перекресток? Это сделали новую дорогу? Это нормально? Светофоры этого не видят из-за кустов Из-за знаков там Направления главной дороги И кирпич висит с этой стороны Чтобы есть односторонное движение Из-за него не видно этого светофора Здесь неоднократно все аварии Управлявший грузовиком мужчина Вылетел из кабины на проезжую часть Его забрали в больницу, как и водителя паркетника А вот двух пассажиров Митсубиси спасти не удалось Один скончался прямо на месте ДТП Второй уже в скорой Больше подробностей происшествия смотрите в эту субботу В 19.25 в проекте 7-го телеканала Дорожные хроники В Одессе проходят праздничные мероприятия по случаю 26-й годовщины независимости Украины Представители власти, духовенства, военнослужащие и простые горожане Возложили цветы к памятнику Шевченко в его одноименном парке Компания Google поздравила украинцев с Днем независимости ярким дудлом Если зайти в поисковую систему Google на стартовую страницу, то можно увидеть логотип в цветах сине-желтого флага Украины Дудл создал украинский художник Сергей Майдуков В ярких буквах он изобразил украинцев Для меня Украина – это люди, очень разные скрозь, очень разные на заходе и на сходе И это не должно быть причиной против ставления Навпаки, это привид пишаться, знакомиться, познакомиться, пизнавать один одного Спевать, смеяться и поважать різноманиття в Украине Вдягать схидні тополи в самчиковский розпис Вдягать вівчарев в хипстерские кепки, а столичных хипстерев в гуцульские сорочки Вдягать украинскую мову в разные диалекти Вдягатися самому святково та дивно Бо ж мы все яскраві та неповторні Дружні, с прагненням свободы и поваги один до одного Ну, вот такие творческие, оригинальные, экспрессивные, настоящие современные украинцы Активный расцвет у Дюка В Одессе прошел девятый патриотический забег в вышиванках Чем отличался в этом году он от прошлых забегов И чем отличались участники забега, расскажет моя коллега Надежда Бондаренко Она на прямой связи с нашей студией Победа вовсе не главное, главное участие Очень многие сегодня бегут ради хорошего настроения и чувства патриотизма Что побудило в 104 утра приехать сюда на велосипеде 10 км пробежать Наверное, любовь к Одессе, любовь к своей Украине любимой И праздник все-таки, и многие друзья, знакомые бегут Поэтому вот хотелось поддержать всех Все, что проводится в нашем городе беговое, ну, как бы там, украинские забеги Как бы стараюсь участвовать, ну, не на результат Бежать для себя, для своего удовольствия, а для поддержания, как бы, общей физической формы 10, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Текущий марафон уже девятый по счету в Украине Одесса в национальном забеге участвует во второй раз В прошлом году к патриотической акции подключилось около 70 одесситов, в нынешнем 120 Среди участников были как пожилые спортсмены, так и совсем юные марафонцы Особую восторгу собравшихся вызвала семья с двумя детьми Младенцем Левой и четырехлетним Артемом Дома оставлять детей не на кого Решили им прививать в спорт с самого детства Чтобы они смотрели и понимали, чем заниматься дальше Константин, если не секрет, сколько у меня? 60 А для чего вы сегодня сюда пришли? Поддержать здоровый образ жизни, Украину, праздник Доказать, что украинская нация самая здоровая К марафону в вышиванках в этом году подключились представители украинской диаспоры по всему миру Параллельно с Одессой в забеге приняли участие в США, Канаде, Австралии, Германии и Андорре Надежда Бондаренко, Игорь Казанжи, 7 канал Ну и буквально в эти минуты на Потемкинской лестнице готовится установить новый рекорд живой вышиванковой цепи Я напомню, что в прошлом году от памятника Дюку к морскому вокзалу выстроились больше 3000 человек Что происходит сейчас на Потемкинской лестнице, расскажет Надежда Бондаренко, она там в 4 утра Надя, слушаем тебя На Потемкинской лестнице продолжают выстраиваться участники живой цепи в вышиванках По информации организаторам, к 2 часам дня зарегистрировано 500 человек Люди продолжают приходить Они спускаются от Дюка, у которого символически первый номер, к морскому вокзалу У нас есть возможность пообщаться с участниками вышиванковой цепи Здравствуйте, расскажите, почему вы сегодня сюда пришли? Чтобы зарядиться, отримать позитивные эмоции, поддерживать нас всех, наших партнеров Объединяться, показать, что мы сильные, нас много и нас не сдолать А скажите, вы вышиванку сами же или покупали? Нет, это купили, есть такие, что вышиваю, но щороку стараюсь, чтобы у меня было несколько вышиванок Для этого свято сегодня такая морская, так бы говорить, оскільки мы из другого города Поэтому, ось, ну так, да Спасибо большое А я напомню, что прошлогодний рекорд был 3300 участников Пока что эта цифра еще не пройдена, но участники продолжают приходить Так что у нас еще все шансы есть, чтобы был новый рекорд Студия Спасибо, Надя Надежда Бондаренко прямо сейчас находится на Потемкинской лестнице Где одесситы, украинцы, а также гости Украины, приехавшие к нам на день рождения Поставят, попытаются, по крайней мере, поставить новый рекорд живой цепи в вышиванках Получится ли у них это, расскажем вам уже в следующем выпуске новостей Ну а пока к другим темам Нежеланное соседство Жители дома на Коблевской, 13 возмущены тем, что в их подвалах живут дворники И хотят их оттуда выселить Люди утверждают, что коммунальщики ведут распутный образ жизни и водят к себе друзей В этой непростой коммунальной квартирной ситуации разбирался мой коллега Назар Бурхан Настенный грибок, груды мусора и запах биоотходов Вот в таких условиях в подвале живут две семьи дворников Люди утверждают, их заселил туда ЖКС А они уже своими силами, как могли, обустроили жилище Но их пытаются выселить и отсюда Они, короче, пришли, все убрано, все часы на выселение Я говорю, что, кстати, мы должны выселяться Скажут нам, ну, ЖК, мы выселимся Какая разница, куда мне идти Я могу сейчас собрать вечер и поехать домой Ее отсюда жестоко выгоняют среди ночи Вот сегодня до семи вечера она должна освободить эту жилпозжить Вот этот вонючий подвал, извините за выражение Нас выселяют жильцы дома Они решили, что они хозяева жизни Вот, они так хотят Жителям дома такие соседи не нравятся Говорят, дворники не справляются с своими обязанностями А также приводят к себе друзей, с которыми периодически упивают У нас, оказывается, в подаленном помещении проживают какие-то две семьи Я ходил в ЖК, к начальнику страшному ходил Я ему объяснял, почему они там живут, на каком основании, на каких законах они там живут Он мне ничего не ответил Мы уже даже не понимаем, кто там живет, кто там ходит Там постоянно есть посторонние люди А у нас на втором этаже АТСК, Энергосбытовская Поэтому это тоже объект повышенной опасности Когда готовят, значит, наверняка подключаются к нашей щитовой И это очень опасно Так как подвал не обустроен для жилья Недовольные жители хотят переселить соседей в человеческие условия Обращались в ЖКС Им пообещали, что через неделю выселят Но слова не сдержали По телефону представители ЖКС рассказали Нормальные квартиры дворникам город вряд ли предоставит Скорее всего, очередной подвал Другой А в это время между жильцами и дворниками конфликт обострился Приехала полиция Меня здесь оскорбили Словесно, телесно? Словесно, и мне здесь угрожали Мне угрожали, мне сказали Если я не закрою рот, то мне набьют морду Это уже далеко не первый случай наплевательского отношения городских властей К простым коммунальщикам Когда дворников селят в нежилые помещения Назар Бурхан, Игорь Казанжи, Седьмой канал Квартирный вопрос всегда людей, к сожалению, портил Однако в данной ситуации вряд ли найдется простой выход Но мы будем следить за ситуацией И к другим темам В Одессе стартовал международный фестиваль Степа С 23 по 27 августа по городу можно будет услышать звон металлических набоек Подробнее об Одессе Степ-фестивале смотрите далее в сюжете Даша профессионально занимается Степом уже два года На ее счету два международных фестиваля Поэтому на сцене чувствует она себя уверенно Переводя дыхание после выступления Танцовщица рассказывает, как степисты общаются между собой Вот танцоры и степисты даже общаются с помощью ног Они могут прийти и не сказать ни привет, ни пока Не сказать ни одного слова Просто стучать и таким образом общаться Александр Астанин, организатор фестиваля, утверждает Степ – это магия Действительно, волшебным образом этот вид танца Собрал в Одессе около 70 степистов из 12 стран мира Возраст от 5 до 80 лет Я хочу степ привозить в массы Я хочу, чтобы он был более популярным Потому что это единственный танец, который можно услышать Единственный инструмент музыкальный, который может танцевать Поэтому степ – это наше все Ритм – это магия Я хочу всех заразить этим прекрасным стилем На протяжении фестиваля у танцоров будет много времени пообщаться между собой И перенять друг у друга опыт Программа насыщена разными мероприятиями и мастер-классами Фестиваль собрал много зрителей Это одна из целей организаторов – привлечь внимание к степу Одесситы и гости города поддерживают интерес к международному фестивалю степа уже второй год подряд А вместе с ними и Татьяна Милимко, Мария Жадан, Евгений Ичменцев и весь 7 канал Заманивают и убивают Нет, это не криминальная хроника Это всего лишь выставка цветов Несколько сотен видов экзотических растений представлены на экзотической выставке в парке Горького В парк Горького съехались кактусоведы и садоводы со всей Украины Среди живых экспонатов несколько видов хищных растений Особый интерес у посетителей выставки вызвала венерина мухоловка и сарацения Которые заманивают к себе насекомых После чего жестоко убивают В венериной мухоловке вырабатывается нектар, который не ощутим людям на запах Но насекомые его чувствуют, ощущают И внутри каждой хлопушки есть сенсорные волосочки Насекомые просто садятся внутрь хлопушки, поживятся нектаром на лопасть Не ожидают, что оно коснется какого-то волосочка и хлопушка с работы И это так выпадает в капкан Аккуратно вы достаете пинцет, да, аккуратнее, и все Также на выставке представлены различные виды кактусов со всего мира Преимущественно кактусами занимаются мужчины Так как особый уход растению не нужен Самому старому здесь экспонату 43 года Это Лехтенберге принципис Названо в честь князя Лехтенбергского, который спонсировал экспедиции за кактусами Оно очень стойкое Это Мексика Насолодиться экзотическими растениями и их приобрести можно будет до 28 августа Назар Бурхан, Виталий Кононов, 7 канал На этом с новостями у нас пока все Мы внимательно следим за праздничными событиями этого праздничного дня День рождения Украины сегодня 26 лет Мы вас всех с этим поздравляем Надеемся, что сегодня вы сможете ощутить хорошее настроение в связи с этим важным для страны праздником Не переключайтесь, увидимся в 16 Всего доброго, еще раз праздником, до встречи Продолжение следует...